Я прочитал рассказ «Собачье сердце» и сразу подумал о кино. Сразу. После публикации «Собачье сердце» на следующие номера «Страшно» летел до одного миллиона экземпляров. Меня-то в основном и знают по «Собачьему сердцу». А скажешь «Собачье сердце» – а-а-а, знаем, кто это такой. Режиссер Владимир Бортко был покорен повестью и решил ее экранизировать. В 1988 году фильм вышел под одноименным названием. Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо. Первая проблема, которая встала перед Бортко – кто сыграет Шарикова? Или вы приведите меня человека, который говорит «Пардон, похож на собаку». После этого мне принесли такую большую, большую, они все такие вот фотографии наклеенные. Так показалось, что они могут играть в собаку. Там были очень танные люди, в том числе и мой друг Караченцев Коля. Ну, а тогда он в «Зените славы», герой-любовник. Но тоже посчитали, что он тоже немножко, так сказать, мог бы это делать. И он пробовался, кстати, сказать. Наша первая встреча была с ним здесь. Но в том числе и вот Владимир Калатулаконик. Он так сверху лежал. Я, значит, в Новый год халтурил. Это наши заработки основные у артистов. Новый год себя кормят. На весь год, как поработаешь зимой, так и поешь летом. И я выступал на елках в роли клоуна. Значит, такой грин такой. В общем, клоун. Вот две фотографии были переданы туда, на Ленфильм. Я все время спрашивал у Бортка, ну, кто Шариков? Он говорит, узнаешь. Я приезжал каждый раз, снимался, приезжал. Ну, кто Шариков? Он говорит, узнаешь, увидишь. И вот я сижу, гримируюсь в зеркало. И там появляется Шариков. Причем он появлялся в этой, уже в этой перевязочной форме. Ну, я сразу, я сказал, все, 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 все нормально. Все правильно. Актер Владимир Толоконников в 1988 году работал в Алма-Ате, в Русском драматическом театре. Для Толоконникова Алма-Ата родной город. Там он родился и вернулся в Казахстан после окончания Ярославского театрального училища. И если бы не неожиданное приглашение Ленфильма, может быть, он так и остался бы известен только в родной республике. И ассистент говорит, не желали ли бы вы приехать попробоваться? Да какой там желали? Мечтал всю жизнь, чтобы, так сказать, в кино попасть. Режиссеру во время проб пришлось отказать многим популярным актерам. Он не скрывает, что некоторые до сих пор на него в обиде за то, что он выбрал Толоконникова, а не их. Но для Бортка все решилось в первый же момент знакомства с актером. Я пришел на студию, открыл свой кабинет. Он был открыт, кстати сказать. Я открыл дверь и закрыл его сразу, потому что там сидел. Говорит, пардон, Вова, прости меня, Бога ради. Там сидела собака в галстуке и в пиджаке. Но не потому, что видит Бог, но он просто идеально попадал туда, куда нужно. Дали мне тексты, как раз вот эту сцену про галстук. Дарья Петровна подарила, шикарный галстук. Вот эта вот сцена. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Ночь учил этот текст. Учил до изнеможения. Потому что своего слова не вставишь. Гениальный текст Булгакова. Я вам не товарищ. А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Потом, когда уже я снимался, он сказал. Ты помнишь, Володя, я выходил. Когда ты провелся. Говорю, помню. Так вот я выходил, я ржал там 5 минут. Желаю, чтобы все. Я помню, это была проба. Желаю, чтобы все. Он, ну, естественно, не водку, а воду наливает и выпивает. И я как услышал, как у него падает вот эта жидкость. Вот она проходит. Вот здесь. Буй. Вот такая вот суперорганичная человек. Художественный совет Ленфильма был категорически против утверждения Владимира Толоконникова. Сказывался столичный снобизм. Как это так? Провинциального актера и сразу на такую выигрышную роль. Да тем более по прозе Булгакова. Было очевидно, что к этой картине будет пристальное внимание. С большим трудом Бортко удалось перебороть мнение авторитетного худсовета. У жиссера есть такие хитрые вещи, такие манки такие хитрые. Я-то уже потратил достаточно денег на пробы, на все остальное. А тогда их очень считали, как можно. Я говорю, ну тогда хорошо, значит, он не будет сниматься. Я не буду снимать, пускай все уходит. Нет, 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 нет. Только это под вашу ответственность. Вот под мою ответственность все это и снималось. Постепенно Владимир Толоконников освоился, вошел во вкус и даже стал много импровизировать. Барменталь берет в охапку и несет, чтобы отчитать. И в этот момент Шариков кричит. Да отпусти, вы не имеете права биться. Филиппыч! Филиппыч, ну скажи ему! И когда эта фраза вот сама собой прошла, Борька со смеху упал ему. Все это вошло в картину. Один из критиков назвал дебют Владимира Толоконникова самым ярким дебютом десятилетия в нашем кино. После «Собачьего сердца» на актера обратили внимание и другие режиссеры. Стали приглашать Толоконникова в свои картины. Я подарю тебе свой чемодан. Но по масштабу и значению роль Шарикова остается для Толоконникова самой важной. Хотя во время съемок ему часто бывало нелегко. Было трудно, когда все это заклеивалось. У меня только глаза шевелились. Все это стянуто было. Руки, все обклеивалось. И, конечно, потом было тяжело все это снимать, потому что наш советский клей от шкуры плохо одирается, а волосы плохо держит. От шкуры не отодрать, а волосы отлетают. И потом в душе моешься, и потом никак. Он как-то снимали в паильоне здесь внизу на первом этаже. И вдруг был достаточно веселым человеком. И вдруг он сидел очень грустный. А что, в ночной рубашке такой вот? Он сидел очень грустный. Я говорю, а что такое? Володь, что такое? Он говорит, а вы знаете, а может я и родился для того, чтобы сыграть Шарика. И опять загрустил. Толоконников, он просто, ну, такое вот, у него лицо такое и рост маленький. Ну, все, все запало. И я тоже маленький такой. Мы два маленьких. Вообще маленькие, они все вредные. Они все такие каянные маленькие. Для артиста эстрады Романа Карцева приглашение Владимира Борткова было полной неожиданностью. Ну, а кого мы будем снимать? Ну, так сразу и возник в голове, поскольку кто такой Роман Карцев рассказывать не нужно. Поскольку он гений, это во-первых. Во-вторых, он много на экране. Во-вторых, мне казалось, что это полное соответствие того, что нужно. Потому что это человек с юмором, прежде всего. И он немножко показывает этого человека, что и надо было здесь сделать. Роман Карцев со своим другом и неразлучным партнером Виктором Ильченко в те годы активно выступал на эстраде. На их концерты невозможно было достать билеты. Ни один телевизионный огонек не обходился без дуэта юмористов. Программы с их участием зрители смотрели не отрываясь. И вдруг приглашение сняться в кино. А я попал, видимо, случайно туда, потому что все-таки я как бы считаюсь эстрадным артистом. Кино для меня это хобби, это не профессия моя, потому что мне очень сложно сниматься, потому что я привык импровизировать, я привык как-то самостоятельно проявлять инициативу. А в кино главное режиссер и автор. Режиссер – это человек, который сидит и все видит. У профессора и так исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых пять комнат хотели оставить. Ну и как-то вот так я приехал на пробы. Единственное, что он мне посоветовал – не хлопотать лицом. У меня лицо подвижное. И поэтому я очень строго играл, очень правдиво, очень строго. Справиться с драматической ролью Карцеву помог опыт, полученный во время работы с Аркадием Райкиным в его театре. Ну как, ну театр Райкин – это настоящий театр драматический, по всем правилам Тагиславского. Аркадий Сайлович работал, он же актер драматический. И он требовал всегда результата, а не моментального смеха. У него это целая школа, это школа настоящее, это театр. Довольно странно, профессор, как это вы документы называете идиотскими. Как же чудесно он там существует. Как подробно по МХАТу, по Станиславскому. Он в ситуации и в то же время чуть-чуть над ней. И реален, и в то же время он как бы и смотрит на своего героя со стороны, и в то же время он сам этот герой. Вы вспомните, когда человек падает в обморок, он ему в обмороженном состоянии говорит, это надо записать в протокол. То есть до чего он продуктивен до конца, до абсурда. Прошу эти слова занести в протокол. Я ему не знаю, я ему не знаю. Слышите, слышите? Прошу эти слова занести в протокол. Роль профессора Преображенского в фильме «Ключевая». На преступление не идите никогда. Против кого бы оно не было направлено. Да живите до старости. С чистыми руками. Не сразу, но свой выбор режиссер картины остановил на Евгении Евстигнееве. С хорошим артистом, замечательным, гениальным артистом, вообще-то вообще Гомер гениальный, но с очень талантливым актером, с человеком. Работать проще, чем, извините, пожалуйста, с тем, у кого таланта меньше. Он умнее, он раскрепощеннее, он ничего, собственно, не боится, он не зажат. Поэтому, не знаю, может, поэтому я был никто посреди них где, то есть кто такой, и звать никак, и как, а он и в стекнеев. Тем не менее, это человек, который, так сказать, прислушивался к мнению, что, мягко говоря, ибо снимать поперек режиссера невозможно. Это брит. Мы с ним жили в одной гостинице, сидим устал, и вдруг по этой мансарде идет девушка, какая только может быть, 18 лет, в шифоновом платье, которое просвечивается в лучах солнца. И все застыли. Она, и как она там появилась? Как она там, видимо, там снимала комнату? И она шла, шла по лестнице, по лестнице шла. Она знала, что все на нее смотрят. Подъехал старый Жигуль, она нам послала воздушный поцелуй и уехала. И Евстигнеев так сидел и сказал, как же мы теперь без нее? На самом деле, он гениальный клоун. Он гениальный актер-клоун. У него потрясающие клоунские возможности. Но он здесь их так сконцентрировал вокруг образа русского интеллигента. Я думаю, что это одна из лучших ролей Евстигнеева. Что все это клоунство ушло в подтекст. Но оно существует. С ним очень трудно разговаривать. Он не очень славоохотлив и так как-то от разговора уходит. Но присутствие на площадке, глядя, как он работает. Это какой там, никакая там звездность. Ничего абсолютного. Он держался солидно своего статуса. Вот так скажем. Другое дело, что я немножко пасовал поначалу в некоторых местах перед его авторитетом. Ну, понимаете, вот перед, конечно. Потом Бортко меня-то звал как-то в одно. Чего ты, говорит, его боишься? Чего ты его боишься? А ну-ка, давай дышим. Убирайтесь из квартиры. Вау! В роли профессора Преображенского Евгений Евстигнеев сыграл не отдельно взятую судьбу конкретного ученого. В этой роли сосредоточены размышления о цене научного поиска и цене заблуждения. Сила Евстигнеева именно как гениального актера в том, что он вывел такого профессора Преображенского, который раньше других осознал свою вину и свою колоссальную ошибку. Все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Роль доктора Барменталя исполнил актер Борис Плотник. До этого известный зрителю по работе в фильме Лариса Шипитько «Восхождение». Как и многие его коллеги, актер находился под впечатлением булгаковской прозы. Борис Плотников и не мечтал о том, что ему предстоит сыграть в фильме экранизации любимого писателя. Эта проза, конечно, потрясла. Чего тут говорить. И поразительно было то, что она же пришла как раз, когда я был молодой. То, что приходит в молодом возрасте, оно, даже если отношение к этому у тебя верное, неверное, потом изменится в жизни позиции. Как ее фамилия? Фамилия! Место действия в повести обозначено конкретно. Москва, 20-е годы. Со всеми драматическими приметами того времени. В фильме красноармейцы маршируют, распевая на ходу. Вот только марш написали этим 20-е годы, а уже современные авторы по просьбе режиссера. Поэт Юлий Ким, узнав, что фильм ставится по произведению булгакова, откликнулся сразу. И я по телефону звоню замечательному поэту и говорю, послушайте, мне здесь нужны куплеты, знаешь. И вот я могу сказать, есенинские пароходы идут мимо пристани, будем рыбу кормить коммунистами на эту самую, значит, на эту самую мелодию. Или, значит, а вчера офицерика, голубчика расстреляли вчера в губчика. Понимаешь, да, вот эти самые штуки. Он говорит, я понимаю. И через день по телефону же мне продиктовал три или даже четыре куплета этой песни. Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия! Веселее всего мне писались куплеты для Шарикова, потому что мужичная ситуация такая. Профессора все собрались, и вдруг вскакивает и наяривает на балалайке, что-то он должен неприлично спеть. Вот я здесь и постарался. Я, собственно, запомнил оттуда очень немного. Вот яблочко я запомнил последние несколько строк. Эх, яблочко нас повеликую, подади буржуй глазик выколю. Один выколю, другой останется, чтобы знал говно, кому кланяться. Вполне в духе товарища Шарикова, который, как говорится, решил построить свой новый мир, в первую очередь на ненависти к старому. Как всегда, у Булгакова гротеск переплетается с реальностью, а трагическое с комическим. Одна из самых смешных сцен в фильме – исполнение во главе со Швондером песни «Уходят суровые годы». Говорят, актер ее даже не репетировал, а исполнил с первого дубля. Конечно, там колоссальный юмор, когда они поют «Суровые годы». На самом деле, я сам иногда смеялся, когда снимали, потому что я ощущал эту обстановку и чувствовал этого профессора, который, видимо, слушал каждый раз этот хор. Если бы слова были серьезные, потому что музыка там исключительно серьезная у Дашкевича, то я думаю, что ее пели бы все старые коммунисты, которые только остались на всей планете, с большим воодушевлением. Но текст там я, так сказать, сочинял, стараясь свести его к некоторому абсурду художественному. И поэтому такой получился контрапункт серьезной патетической песни, музыки и идиотического текста. Музыку к фильму написал композитор Владимир Дашкевич. В его музыке, как того и хотел режиссер, идя за повестью Булгакова, слышатся тревожные и даже трагические предчувствия, связанные с размышлениями о будущем человека и судьбе цивилизации. Одни из очень серьезных кадров – это вот когда Шариков смотрит на себя в зеркале и видит в себе какое-то странное существо. Вот эта сцена, когда он начинает выглядываться и пытается понять, кто же он такой. Вот мы были едины во мнении, что Шариков не виноват, что он такой. Его сделали таким. И вот этот ход в зеркало, где нужно было сыграть в эти секунды вот его внутренний мир. Где он? Что? Куда он попал? Чего с ним делать? Шариков – это тот тип личности, который сейчас является доминирующим. Потому что преображенских мало, а Шариковых стало слишком много. И создавать Шариковых научились прежде всего совершенно разные резюмы. Коммунистический, фашистский. То есть все они создают Шариковых. И им это очень выгодно, потому что из Шариковых можно сделать чего угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok